Привет, Костя. Здравствуйте, Сева. Рад тебя видеть. Победа тебя. Да, спасибо большое. Долгожданная. Твоя команда Watch TV наконец-то победила. Да, долгожданная. Ну, если брать нормальную игру футбол без красного мяча, то мы сыграли в ничью. Не, ну, подожди. Но в меньшинстве вообще мы собрали в этом матче все новинки, все эксперименты, которые предложила лига. Давай введем в курзел. Суть в том, что в этом туре можно было взять красный мяч, который используется три минуты и один раз за игру. И он удваивает гол. Да, если ты забиваешь этим мячом, то гол считается за два. Еще эксперименты были. Это если назначается пенальти, бросается жеребий. Соответственно, решка, по-моему, это булетальти, то есть выход один на один. Если орел, то просто банально пенальти. У нас в этом матче наши ворота исполняли выход один на один. Можно было брать тайм-ауты, взяли и мы, и файт-найт. Можно было что еще можно было из экспериментов. А, чистое время. Оранжевая карточка. Оранжевая карточка, она тоже у нас была в матче. Мы все собрали. Да, все собрали. В общем, целый комбо. Мне кажется, это была одна из самых зрелищных и таких драматичных игр, потому что мы три раза проигрывали в счете и в итоге выиграли. Я очень рад. Была тяжелая ночь. Оправлю тебя немножечко. Давай. А то у тебя микрофон запал. Давай. Была тяжелая ночь. У меня немножечко побаливает голова. Но ничего, соберемся. Так. Дерби. Да. ЦСКА-Спартак. Да. Яркий матч. Ты успел посмотреть его? Я посмотрел первый тайм, пока был на стадионе Луч. И сегодня досмотрел игру уже непосредственно с утра дома. Что скажешь? Абсолютно загономерный результат, потому что игра была очень качельная. Мне показалось, что в первом тайме Спартак вышел каким-то перенакаченным, перезаведенным. И вот эти спорные моменты с Промисом и Соболевым, они как раз к этому подталкивают. Плюс выход неудачный из Селихова после стандарта, когда Денисов все спустых ворот, мяч выбыл. Что, тебе не нравится? Я переживаю, да. Вдруг люди будут писать, что опять что-то плохо у нас со звуком. Давай сразу. Давай, что ты хочешь? Хочу додеть вот так. Чтобы у тебя точно было хорошо слышно. Да меня нормально слышно. Даже на телефон. Да, ну, пишут. Не важно, как я говорю, что я говорю. Это замечательно. Ты один из немногих, кто еще о подписчиках забудется. Вот. И мне кажется, Спартак вышел каким-то таким перенакаченным ЦСКА. А что случилось? Почему они такие были? Я не знаю, что случилось, потому что объяснить вот то, что сделал Промес и такой максимальный заряд Соболева, ну, конечно, это Дерби. Конечно, вот они вышли такие, тем более в гостях, слишком заведенные. Но опытные игроки, ладно, если бы, знаешь, там молодой какой-нибудь прыгнул, как вот Ермаков прыгнул в Пруцово, да, там для него большое первое Дерби, поэтому, наверное, ничего удивительного. А вот что, опытные игроки, так, может быть, хотели как раз молодым показать свой настрой. Но Промес я вообще не понял. Но Промес я тоже не понял. Может быть, что-то Роша ему сказал, может быть... Тинькаш Шороша такой немножко провокатор. Провокатор, да. Он мне напоминает Марко Матерацио даже внешне. Ну, по габаритам ты имеешь в виду? Или просто даже внешне? Ну, как-то, мне кажется, Матерацио так поэлеганнее, что ли, выглядит. Ну, учитывая, как амплитудно шел матч, первый тайм по большому счету за ЦСКА остался. Понятно, это спорная история с невыносом мяча и неостановкой игры. Но я считаю, что никакой вины ЦСКА в этой ситуации точно нет. Никакой вины Гайича точно нет. Рома что там, в рупор объявил, что надо играть? Почему сам не выбил мяч просто? Ну, он же объяснял, что он независимо от статуса матча все-таки рассчитывает на человеческие отношения. Я тоже не понимаю, почему. Он же мог его просто выбить. Он сказал, что он таким взглядом косым бросил на место, где упал Караскаль и хотел, чтобы игра остановилась, поэтому руки поднял. Но он мог действительно сам выбить мяч. И мне кажется, ни одной претензии к игрокам ЦСКА в данной ситуации быть не может, потому что еще до ворот было 60 метров. Да, и там еще эту ситуацию надо было довести до гола. Я бы здесь больше акцент делал даже не на том, что Рома не выбил мяч. Ну, хорошо, это начальная стадия. То, как сыграл Мевля. Зачем ты углом головы, как говорит Жека Савин, зачем ты углом головы бьешь в игрока, который напротив тебя? Вот смотри, идет длинная передача и в полу разворота стоит Мевля. Но, наверное, удобнее в данной ситуации было бы выбить мяч в сторону. Ну, согласись. Чем пробовать вот так вот сыграть. Понятно, он хотел оставить мяч у Спартака. Понятно, он хотел оставить его своей командой. Но ты один в один остался. И вот то, что произошло, отскок, и дальше уже Чалов разбирается выходить до один в один. Спартака. Да какой, блин? Я так понял, что Спартак играл все-таки в 30 центральных защитников в начале, да, с Литвиновым. Раз уж сразу двойная замена произошла в перерыве, то, конечно, этот план у Баскаля не сработал. Не, ну, Литвинов вынужденно был заменен. Ну, может быть, Литвинову тогда пришлось бы там передвигать, да, как в итоге там чуть-чуть произошло позже в опорную зону и там поднялся Рома Зобнина, он сам это тоже объяснял. Вот. Ну, Спартак, конечно, вышел на второй тайминг. Я не знаю, что произошло с ЦСКА, но, опять-таки, вот это дерби, и в дерби искать какую-то аналитику, но всегда какую-то глубину очень тяжело, потому что вот по ходу одного матча, по ходу одного тайма даже, по ходу каких-то отрезков игровых, ситуация может меняться в зависимости, я не знаю, там от 2-3 неточной передачи и уже игра ломается у команды. Одна перестановка футболиста, передвижение по позиции или смена флангами, там уже тоже ситуация меняется. Но хорошо вышел Зиньковский, я смотрел в студию у Черданцева, где задавались вопросом, почему Зиньковский не играет в стартовом составе. Для меня тоже вопрос, почему Зиньковский хорошо выходит с крыльями, почему Зиньковский хорошо выходит в дерби, но не выходит в стартовом составе. Может быть, что-то Абаскалю не нравится именно в оборонительной работе. Антохи, он включался к нам в коммент лайф и сказал, что да, правда, его посадили на скамейку в самом начале чемпионата. Не отрабатывает? Да, из-за того, что он недисциплинированно сыграл в первом матче против Ахмата. А ты думаешь, он может это делать? Я тебе так скажу. Я разговаривал с одним клубом, когда он еще был в крыльях, я сказал, что Зиньковский просто вот ваш игрок. Краснодар-то говорил? Да. А они ответили? Они сказали, что в атаке да, но не отрабатывает в обороне. По сравнению с Ежовым, который пашет и вперед, и назад. Но это мы после какого-то матча сидели и, по-моему, с или с Хашигом я разговаривал, или с Арамом, точно не помню. Или, может быть, даже с Сергеем Николаевичем. Ну, короче, после какого-то матча Краснодарского я говорил, что по характеристикам. Сначала я говорил, когда еще Лесовой был в Туле, я говорил, что вот это просто вот ваш игрок. Была претензия не отрабатывать в обороне. Мне тогда говорили. Потом я вот сказал, что Зиньковский по всем характеристикам абсолютно вам подходит. Ну, ты селекционер Краснодара. Не, не селекционер, мы просто... Подожди, а когда-нибудь было так, что ты сказал, вот это ваш игрок и они его купили? Нет, конечно. Ты что? Это просто обмен мнениями. То есть мы любим поговорить на футбольные темы и когда обсуждаем персонали в российском чемпионате, то вот как раз касаемся, может быть, каких-то игроков, кто бы мог быть там полезен и так далее. Сейчас? Сейчас я думаю, что хоть и сыграл Бородина абсолютно во всех... Не Бородина, а Волков сыграл абсолютно во всех матчах, я думаю, что у них есть проблема правозащитника. По мне кажется, что правозащитника Черников вернется обязательно эту позицию застолбит, но они делают акцент на вот том сформированном составе, который есть, как я вижу, да, Алусигун и Ионов с Кордобой это вот основная тройка в атаке и вытеснить кого-то будет очень тяжело, Алусигун играет всегда, Ионов, но в последнем матче не играл, там могут быть какие-то вопросы, какие-то сдвижки игроков, но сейчас мне даже трудно вот такого яркого персонажа назвать, кто мог бы быть им полезен, но если уж смотреть на крылья, то почему бы не Ижов, почему бы не Ижов, я считаю, что идеально подходящий игрок Спартаку сейчас, например, Спартаку не Краснодару, а именно Спартаку, Горшков. Думаю, это вообще непонятно, почему они не взяли Лену, они же могли бы взять Лену. Ну, слушай, забрать все крылья прямо, нет, дожди, они могли взять Горшкова или Рыбуси и взяли зачем-то Рыбуси. Но за Горшкова нам было платить, а Рыбуси, по-моему, бесплатно. Там тоже, наверное, не просто так. Не знаю. Ну, вот, ну и Антока, я не знаю, почему он сейчас не играет, может быть, есть какие-то вопросы по дисциплине, но он вышел, здорово пальнул, хотя мне кажется, это все-таки Игоря мяч. Лаки-панч? Ну, Игорь мяч, да, но с левой ноги. Ты думаешь, он должен был брать? С левой ноги, с такой позиции, с угла штрафной. Ну, как-то. Ну, хорошо же, ну, не, ударил классно, вопросов нет, ну, слушай, можно сказать, что и Рамирес хорошо ударил с правой ноги, когда Игорь пропустил. Но, Игорь выручает в огромном количестве моментов, но есть, вратарский не выручил. И вот здесь мне показалось, что когда Зиньковский замахнулся и подумал, что сейчас будет бить, ну, ничего себе. Ну, попал хорошо, попал хорошо. Ну, Чалов, смотри, как. Ну, Чалов, да, делает все, чтобы я успел до перерыва приехать в Майке Спартака на стадион ЦСКА, но я рад, что у Федя в такой форме. Раньше что он... Слушай, если бы он еще и забивал, вот, сколько у него моментов было с Динамо, да, если бы он забивал хотя бы из 5-4, но здесь у него моментов было меньше, но он 2 забил в этой встрече. Еще головой забил. У него с Абаскалем принципиальные, знаешь, встречи. Да. Он же его посадил на банку. Да, я знаю. Я знаю. Ну, они, видишь, поговорили перед игрой. Наверное, Абаскаль же перед игрой сказал, говорит, я надеюсь, что он сыграет сегодня свой худший матч за ЦСКА. И в итоге он 2 забил, причем открываются какие-то новые... Грани? Да, новые горизонты для Чалова, потому что он забивает, он вообще редко забивал головой. А тут, смотри, Сочи забил на опережение хороший гол головой в кубке и здесь забил хороший гол. Ну, там хорошая подача, конечно, Облякова, но в целом все закономерно. ЦСКА в концовочке был так поагрессивнее, чем Спартак. Ну, вот это 10-15 минут второго тайма, когда Спартак игру перевернул, конечно, потрясающие эмоции. Плюс, я бы, конечно, отметил не самую уверенную работу Карасева. Были моменты, по которым есть вопросы. Вот удаление, не удаление Ермакова, хотя там, мне кажется, ну, такая оранжевая, да, будем говорить, карточка, причем с продавливанием, открытые шипы и принцип преимущества не применил Карасев. Помнишь, момент был, когда против Соболева нарушили правила на поле поля Спартака. Спартак быстро разыграл, длинная пошла на Зиньковского и Карасев свистнул. Ну, тут можно было, он там по свисту, я не знаю, там просили, не просили, но, короче говоря, не дало так и развиться. Мне кажется, у тебя немножко какой-то звик на судей. Ты всегда об этом ровен. Нет, 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 ну, слушай, ну, дерби, нет, слушай, что-то меня провоцирует. Ну, это правда. дерби, нет. У нас не было ни одного разговора, чтобы ты не рассказал все. Нет, дерби такая штука, когда должно все пройти вот идеально. С точки зрения эмоций, драйва, не может быть, не все по качеству было идеально. Матч сложился. Результативный, особенно если вспомнить там предыдущие дерби, которые не самые были яркие. Это дерби получилось. И у нас лучший арбитр, на мой взгляд, лучший арбитр российский, в каких-то моментах, так, я не знаю, стоило ли удалять промеса. Я думаю, что в Европе это удаление. Ну, да, ну, фол не обоснованный, абсолютно. Да, были основания для красной карточки Соболева, вот за этот подкат. Высоко поднята нога, но другой вопрос, что там нога на весу была у армейца, ну, хотя, удалил он промеса, и на седьмой минуте все бы кричали, взял и убил в дерби. Ну, да, ты бы первый кричал. Возможно. Ну, все сложилось нормально, хороший матч. Ничего не знаю? Хороший матч в пользу ничья, в пользу зенит. Ну, Соболев машина. Соболев машина. Да, мы, кстати, не за день, а в день игры на матч ТВ было ток-шоу, посвященное как раз дерби, и было противостояние 3 на 3. Там армейская сторона и спартаковская. И как раз обсуждали Чалова и Соболева кого поставить выше на данный момент? Я поставил Соболева на данный момент, даже несмотря на то, что Чалов забил больше, Соболев вот открылся. Если мы знаем уровень Феди, хотя вот он сейчас начал забивать головой, знаем его уровень приблизительный, то Соболев открылся вообще с каких-то новых границ, потому что он здорово стал играть в подыгрыши, и у него много голевых передач, и корпусом стал гораздо лучше работать. Есть ощущение, что он танцами занимается, хореографией. Танцами? Ну, для улучшения координации занимается хореографом. Ты знаешь хоть одного такого футболиста в России? Конечно. Слушай, у нас ну, даже не хореографа, а как же тренер был по... Баланс? Нет, не баланс. Вот даже когда я был еще в Амкаре, у нас был тренер, девушка, которая приходила и учила правильно двигаться, правильно такт ловить, правильно работать телом. Ну, то есть для координации в игре это немаловажно. И особенно важно при падении... заниматься танцами. Кузьмичева. Защитника локомотива. Локомотива. Потому что, блин, у него с координацией вообще какая-то... Особенно вот в игре с торпедой. Ну, это вообще два раза. Разворачивался неуклюже. Там еще и нормально от него убегает Смольников. Сколько Смольникову лет? 36. А Смельничеву. Защитник центрального парка. Это еще повезло локомотиву, что Смольников чуть-чуть там не рассчитал. Не перекинул. Ну вот, ну... Мне кажется, что Соболев сейчас по... так скажем, пообширнее в своих скилзах. И давали прогнозы, я сказал, будет 2-2. Да. По потенциалу. У меня вообще в этом туре из 8-6 прогнозов удачно. А поставил ты на сколько? В смысле? Ну, ты ставил на этот тур? Ставки у тебя были? Была. Нет, сейчас даже сейчас скажу, где я проиграл. А, я ставил на гол во втором тайме в матче Крылья-Сочи и проиграл. Там сколько-то такая... Там вообще просто такой бай-бай. Если ты пишешь какой-нибудь пост в Телеграме, то ты на него поставил. Ну, у меня был как раз прогноз, что Сочи забьет во втором тайме. они вообще без атаки были. По потенциалу кто круче? Как ты думаешь? Между Чаловым и Соболем? Мне кажется, более... Ну, так скажем, потенциал более широкий возможностей у Чалова. Хорошо. Чем у Соболем? Ну, Соболев просто... Чалов это все равно, да, не тот уровень? Другого характера, другого типа. Ну, смотри, вот для меня нападающий должен быть злым. Соболев очень злой. Да, Соболев злой. Чалов, он такой... Добрячок. Добрячок, да, более аккуратный. Ну, хотя, знаешь, и бывают добрые нападающие, которые с ним брали, тот же Павлюченко, да? Ну, его же никак злым не назовешь, но зато как он карьеру сделал. Зато другие там, смотри, погребняк, злой. Ну, с тобой неделю назад еще говорили про то, что Соболев все равно не уровень топ нападающего российского. Ну, нет, почему? То есть там Киржаков, Павлюченко, он не входит в этот клуб. Нет, ну, слушай, эти вообще забивало были. Прямо такие звери, да. Очень много забивали на протяжении долгого времени, нескольких сезонов. Плюс у Киржакова была хорошая командировка в Европу, он себя и там показал на уровне сборной и забил 30. Да, то есть... Ну, Соболев пока еще к этому уровню стремится и стремится. Но то, что он на определенный шажок сделал вперед, потому что, мне кажется, у многих болельщиков был скепсис. Вообще, может ли Соболев прогрессировать? Вот какой-то он там уровень показал в Спартаке, там плюс-минус готов он его будет поддерживать или нет. Мне кажется, этот сезон с Абаскалем раскрывает многих футболистов. И вот чем мне нравится работа Абаскаля, что при нем действительно футболисты раскрываются. Я не говорю там про такого мастерюгу, как Промес, но тот же Литвинов, тот же Денисов получает свои шансы и здорово. Пруцев очень здорово смотрится. Зобнин, смотри, как заиграл при Абаскале. Хотя, помнишь, летом многие писали, что Зобнину пора уходить? Да. И вот эта реинкарнация Ромы, мне кажется, одной из главных достижений Абаскаля. Но помимо того, что мы говорим распаливаем Соболя, вот сейчас мы когда говорим про Спартак, вот тот же Зиньковский, когда включался к нам в эфир, он сказал, да, я слышал, вы там обсуждали, лучший игрок Промес, лучший игрок Соболев, он говорит, лично для меня лучший игрок это Зобнин. Это говорит игрок изнутри команды. Знаешь, как эксперт приходит и говорит, надо быть внутри команды, чтобы понимать, что там происходит. Но вот тебе изнутри команды, футболист говорит, вот трансформация Ромы Зобнина, она, конечно, очень впечатляет. После матча было тоже очень весело. Да, ярко. Ты видел? Да. Федотов сказал про то, что оно прыгало. Оно прыгало. Оно прыгало, да. Про Баскаля. Да. Я должен как-то это прокомментировать? Конечно. Ну, такой трэш-ток, да. Ну, слушай, Ланир Валентинович тоже за словом в карман не полезет, это он с виду кажется добреньким дядечкой, да? Но когда подзаведется, может крепким словцом приложить будь здоров. И я неоднократно это слышал, но здесь он был В адрес тебя? Не, в адрес меня нет. с ним работает Фаля, да, ну, Олег Фоменко, и я знаю. Это кажется, что вот он такой добрый, там, видишь, где надо, он кулаком по столу может шаракнуть нормально, то есть не стесняется заменить там Караскаля с Мединой и рассказывает, что, видишь, он же весь акцент сделал на Караскале с голом Зиньковского. Да. Он его прям приложил. Да, он его приложил в интервью. Раньше, по-моему, себе позволял такой только лалай прикладывать игроком собственных, да. Ну, а здесь он сказал, плюс, он говорит, вот они выражали свое недовольство, обиделись, он говорит, ну, пусть свое недовольство засунули в одно место. то, что он про обоскаля так сказал, ну, это скорее такая, знаешь, эмоциональный шлейф. После матча сразу послышал интервью, там не всегда тренер может правильно подобрать слова. Я не думаю, что он умышленно сказал, что оно прыгало там среднего рода. Неправильно подобрал слова? Не, ну, не хотел так жестко. Что-то там оно прыгало. то есть, как, знаешь, это на эмоциях, как, вот ты же связан с медиафутболом, там тоже в треш-токе. Тебе вообще не кажется, что РПЛ чуть-чуть становится более медийным? Потому что Баринов выходит, так говорит, потом Федотов так говорит, потом кто-то еще что-то. Я думаю, что ребята, которые смотрят медиалигу, Федотов. Нет, не Федотов. Федотов, я тебе говорю, вот здесь я бы все-таки больше прислал от того, что это сразу после матча и еще по горячим следам, не остыв. Я не думаю, что он прям хотел его так оскорбить. А то, что футболисты выходят и общаются, да, они видят открытость в медиалиге и понимают, что надо общаться, потому что, сколько Баринов, 20 минут стоял. 20 минут стоял, он уже стоял, говорит, ну что, ну что еще? А уже не знают, журналисты, я не знаю, какой ему вопрос задать. Он все ждут, когда он сам отожжет что-нибудь. Но после бесшицы, прости господи, что я другой сматал. Ты прям его полностью процитировал. Ну, уже дальше, по-моему, журналистам не все. Ладно, мы сейчас к Барнину вернемся, давай еще немножко про ЦСКА. Ну вот, ну и потом на Федотова ответила за Рема, что можно уехать в Сочи, да, сочи в кавычках. Это понятно, но Владимир Альентинов вообще из Екатеринбурга, или Свердловка. Да. Ну, она ей сказала, типа, в Сочи в кавычках с отсылкой к тем матчам, которые были. Хорошо, что здесь Газпром не обвинялась. Пока что. Да. Она же везде какой-то ищет заговор. Ну, сказал, сказал. Слушай, ну, мне кажется, это нормально. Ну, я не вижу здесь ничего такого. Если он хотел унизить и оскорбить об Аскале, это одно. А мне кажется, что это было вот так на эмоциях, когда еще в запале. Знаешь, это трудно, да, сейчас твои подписчики будут писать, что со своими делегой, но я говорю, вот когда я сам выхожу, весь такой распаренный, весь такой на эмоциях, и мне тычут этот телефон, конечно, ты должен быть к этому готов, чтобы дать какой-то экспресс-комментарий оперативно и подобрать слова, потому что ты там публичный человек, но порой ты неправильно сформулируешь, неправильно подберешь слово и попытаешься вот после такого эмоционального матча как-то может быть своего оппонента там поддеть. Но остыв, я думаю, что если бы ты сейчас Федотова спросил, он бы уже точнее сказал. Последнее по дерби, это латиносы. Что с ними? Они никак не могут идти от сборной или что происходит? Тебе не кажется, что еще одна такая замена и они взорвутся? Нет, не кажется. Вот это мне все напоминает прошлый сезон, когда тот же EZG, тот же то, что мы с тобой говорили, они вот месяц были хороши, но все-таки потенциал Медины и Караскаля ну, виден. Подожди, тогда это было просто на первых эмоциях, а сейчас это уже новый тренер, он вроде как встроил, но когда ты думаешь, когда ты думаешь, что все идет в накат, и у тебя будет там получаться и ты вне конкуренции, что тебя никто не поджимает, то ты думаешь, что так и пойдет. Потом ты, значит, уехал в сборную, чуть-чуть выпал из тренировочного процесса, из этого ритма, у тебя тяжелая была дорога, несколько там пересадок и так далее. Уже должно время пройти, чтобы все устаканилось, успокоилось, но у тебя там поджимает, там вот видишь, Кучаев как здорово играл, жалко, что травму получил, не смог сыграть. И плюс, к ним уже по-настоящему готовятся, их уже разбирают, уже знают, что надо делать против того же Караскаля и против того же Медины, и их подводит спешка. Очень видно, сейчас бросается в глаза, что Караскаль очень торопится. Вот раньше в первых матчах, первые недели чемпионата или там первые туры, насколько он хладнокровно, спокойно разбирался, брал мяч, протаскивал его, обыгрывал, в нужный момент расставался, то сейчас видно, что он хочет сделать все как можно быстрее, быстро, 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 не все получается. Начинает себя накручивать, начинает нервничать. Вот это помнишь, что мы с тобой обсуждали, карточка полученная в Самаре сразу же замена. Это все вот от головы. Ну, парень молодой, поэтому неудивительно, что такие преподы. Я думаю, да. Ты же там пишет уже, что атлетика его хочет. Ой, Даня, слушай, ну сейчас кто пишет? Ну, про Николсон написали, что его там Нант хочет еще кто-то. Ну, это вброс какие-нибудь может быть агентский вброс. Ну, конечно. Я не думаю, что вот сейчас он нужен атлетику. Ну, по крайней мере, сезон неплохой, в Европу. Нет, он уедет в Европу, в этом нет никаких сомнений. Но пока он еще в ЦСКА и по уровню, я думаю, что он точно в Европе не затеряется. Просто латиносы, они всегда вот с такими перепадами играют. Вот вспомни того же Паредеса. Вот высококлассный футболист. Сейчас по-моему здесь вообще было пофиг. Нет, было пофиг, но, конечно, вот если он хотел, он прям показывал такой мега уровень. Чуть сдавал, чуть позиции, там не позиция, а чуть желание, пропадало, и он уже... Это вот я смотрю из латиносов только Барриус играет всегда на каком-то запределе. Он робот. Да. А эти более такие... Дугл Сантос еще. Ну, Дугл Сантос, да. А эти они такие, знаешь, особенно виртуозы мяча, королевы, дайте мне мяч, я там повалтужу. При том, что Караскаль, как мы видим, неплохо еще в отборе играет, и он там по цифрам был одним из лучших. Ну и вернется, вернется. Он и для Европы, для топ-европейской пятерки, он точно подходящий игрок. Так, давай к локомотиву. Давай. Ты комментировал, я второй тайм провел по той комментарии. Да, в компании каких-то подозрительных молодых ребят. Это молодые ребята из Спортэкспресс. А, то есть как омолодился состав Спортэкспресса. Да. А с чем они подозрительны? Да ну, просто какая-то шпана сидела там рядом со мной. Мне так показалось. Просто ты уже мастодонт. Да, все, я уже привыкаю, что ко мне обращается Константин Михайлович. Целые должники сняли для твоего комментария. Да? Да. 80 тысяч пустых мест. Примерно каждый болельщик, который был на стадионе, слышал тебя? Ну, практически. И так было на одном из матчей локомотива. По-моему, тысячи две или три было. И я, знаешь, так эмоционально бодро вошел в репортаж. Мне потом сказали, что весь стадион слышал. Как я там вначале кричал. Ну, а что по локомотиву? Ну, мне понравилась смелость Федорова, который в интервью коллеге Дурасову сказал, говорит, я хочу остаться главным тренером. Ну, может, конечно, так не будет. конечно, не понимаем, но он, видишь, в интервью на прямой вопрос, вы знаете, вот есть история, когда время... странно, если бы он сказал, я не хочу. Он сказал, нет, был бы не странно, если бы он сказал, я понимаю свою роль, я понимаю доверие, которое мне сейчас оказывано к этому матчу готовить команду, спасибо руководству, ля-ля-ля. А он прямым текстом говорит, да, я хочу, для чего мы получаем образование, для чего мы работаем, я знаю состав, я знаю возможности всех игроков, да, я хотел бы остаться. Молодец. Но вот эти решения, которые он принял, они такие спорные. Спорные, я не знаю, он сам состав выбирал или с Бариновым, они вместе решают. Думаешь, Баринов уже ассистент? Ну, не ассистент, но так как он капитан, лидер команды, то я думаю, что Федоров с ним консультировался. Слова Баринов? Потому что, ну, во-первых, Баринов сам в центре обороны, наверняка это было согласовано. Ну да, он сказал, что ко мне подошел, Федоров сказал, что вот такая ситуация, да, и ты понимаешь, и при этом на скамейке остается едва и мампаси. Да, и при этом... Играет Кузьмичев. И при этом Макеев идет в опорную зону. Это что-то вообще... Ну вот это я не знаю, я говорю, может быть, они как-то совместно это решили, но еще Педро Габриэль остается в запасе, а Керка стоит в запасе. То есть, когда Баринов говорил, что кто-то не отрабатывает в обороне, может быть, он про них как раз и говорил. Когда Баринов говорил, что всем... А он как раз, я думаю, что вот этих ребят имеет в виду. Которые остались зато... Которые думают, что они на низком старте и в любой момент могут уехать. Мампаси. Не, 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 не мампаси. Я думаю, что Керк, что... Ну, Габриэль, он просто приехал, вот он такой, судя по всему, такой скромный молодой паренек, тем более, впервые оказался в Европе. Педринь, да, ты про него, да? Педринь, да. Педринь, да. Педринь. И он заставляет на канале, так говоря. Ну, слушай, он пришел в Локомотив, сыграл несколько матчей, там, я не знаю, 4 забил в кубковой игре, и... Ну, думаю, блин, я оказался в команде, у которой сейчас что-то не идет, но он же не знает, наверняка, может быть, он в Википедию не заходил, он не смотрел, где там Локомотив играет, играл, и сколько он выигрывал. Может быть, Баринов там пытается как-то это объяснить, мы тут всегда за первые места боремся, а сейчас мы в зоне стыков. Может быть. Но, скорее всего, он про иностранца говорил, что некоторым до фонаря. Ну, вот смотри, если бы игрок, ну, вот, капитан, допустим, в твоей команде, там, не знаю, в Химках или в Амкаре, выходит, и вот так говорит, какая была бы реакция? Комангарах у нас не так много было легионеров, хотя они и были. Не, ну, дело же... Но такой капитан, что... Кто там был капитан? Рустем Хузин. Вот сейчас главный тренер там нельзя было недоработать. Ну, тебе не кажется, что, в принципе, там, несмотря на то, что это достаточно спорно, но у Баринова и достаточный авторитет, чтобы так говорить? Мне кажется, не стоит все-таки это все выносить. Вот я уже говорил про его слова, которые он тогда сказал. Это прикольно для журналистов, да, вытащить сенсацию, из этого сделать материал, чтобы все обсуждали, все комментировали. Но мне кажется, даже капитан, даже лидер команды, вот как Джики делает, он же никогда это... То, что в раздевалке, остается в раздевалке. То есть, в команде остается в раздевалке. И мне кажется, Баринову не надо подогревать отдельно. Чтобы отчаяния, ну что ж, ты знаешь? Да понятно, но это тут же косые взгляды, подозрения, а кто это, про кого это. То есть, вот даже Федотов сейчас, обвиняя Караскаля, не называет его. Не называет его. Баринов тоже не называет. Баринов тоже не называет. Но Федотов это сделал впервые после дерби, а Баринов, ну и Федотов идет в тройке, на всех, ну там в четверке, да? А Баринов это делает, когда команда внизу тренинг таблицы, и все-таки такие вещи надо оставлять там. Вот там разбираться. Для медиалиги это нормально. Может быть, какой-то такой трэш устроить. А скорее, для большой команд, такой как Локомотив, тем более переживающий, такой кризис, мне кажется, не надо насти. Ну что, получается, Галактионов приходит? Галактионов же сказал, кто говорит? Журналисты. Вот журналисты, давай, смотри, мажем, что приходит Галактионов, игроки Павла Андреева. По такой стратегии. Вот я, представляешь, я был в эфире, в одном эфире с Тололайевым, во вторник. Мы как раз обсуждали Локомотив, и он ни слова не сказал про Торпеду. Ни слова не сказал. Знал. Знал, да, но не сказал ничего. Но мы обсуждали, и уже тогда было понятно, во вторник, что скорее всего будет Тололайф, ой, Тололайф, Галактионов, и было понятно, по какой линейке все идет. крылья. Крылья. Еще Осинкин рассматривает. Насколько я знаю. Это твой инсайт? Ну, рассматривали, да. Не то, чтобы инсайт, ну... А почему нет? Как будто бы это более логично. Им нужен тренер. Вы знаете, как говорят, этот тренер здорово работает с молодежью. Как будто другой тренер не работает с молодежью. Этот работает только с ветеранами, а этот может добиться результата в кратчайшие сроки, а этот слишком требовательный, а этого длинный язык. Слушай, ну вот я не вижу... У них, вот смотрите, стратегия, кто какую папочку, соответственно, туда в РЖД занесет. Да? Поэтому... Ну подожди, кто успел? Давай так, смотри, Осинкин и Галактионов это одна папочка. Да. Ну ты можешь найти хоть один плюс, который перевешивает у Галактионову по сравнению с Осиной? Да. Какой? Потому что Осинкин работает в системном направлении с ребятами из Чертанова, которые привыкли и работать под его руководством, которые работали по, возможно, одной методике в Чертаново, которые попадают в тепличные и понятные для них условия. Вот эти ребята. Ну их же тех перевезут сейчас с отмотивом. Из этой системы. А Галактионов, вот как я понял, какая стратегия там наверху или какая аргументация там наверху в РЖД, что то, что делали немцы в принципе стратегически наверное интересно, амбициозно и может быть в перспективе прибыльно. Было бы, если бы была бы Европа. Но раз мы немецкую страницу закрываем, то стратегически надо все равно оставить это направление и нужен тренер, который неплохо работает с молодежью. Команда у нас одна из самых молодых в чемпионате. Надо, чтобы тренер эту молодежь развивала. Наверное, получили какие-то рекомендации из РФС, может быть кто-то из РФС лоббирует. Ну не то, чтобы лоббирует, но кто-то так сказал за него. Я не знаю кто, ну честно, ну не знаю, может кто-то сказал. Но это ненормально выдергивать тренеру, который сидит на контракте. Некрасиво. Это не то, что некрасиво. Ну то есть он занят. Подожди, придите к клубу, заплатите неустойку, он занят. А там же как? Вот донесли, объяснили, нужен тренер, который хорошо работает с молодыми, который хорошо вовлечен в этот процесс. И так далее, так далее. Представьте, как в Китон, Нижний Новгород начинал тяжеловато, но потом покатил, сейчас неплохо смотрится. Вот эта аргументация. Плюс работа в РФС, значит, чтобы Москва удобно, возможно. Чтобы он же совмещает еще должности. И вот туда это там доносит. Ну и говорит, ну что делать? Надо звонить губернатору. Значит, просить за него. За то, что за галктионов. Ну, а что других тренеров нет? У нас Киржаков. Чем был мотив плох? Что он, не работал с молодыми футболистами, он не добился результата с тем же Нижний Новгородом, сидит свободный. Талалаев был свободный. В конце концов, я не знаю, Рахимов сидит свободный. Опытный тренер. Мы же понимаем... А почему надо обязательно рассматривать тренера, который занят? Нет, мы понимаем структуру. Мурат Мусаев, работал с молодыми. подожди, Костя, вот вам Мурат Мусаев сейчас. Мы же понимаем, что приходит Нагорных, Нагорных связан... Курировать Чертановскую, да. Приходит тренер, который также связан, но также связан же и Осенькин. Почему не он? Вот. Я не понимаю. Нагорных действительно курировал школу Чертанова, насколько я знаю. когда еще был в мостном спорте. Оттуда сейчас пытается, возможно, локомотив каких-то людей набрать, набрать, перетащить. Я, по крайней мере, читал перед матчем об этом. Халяцкин? Неважно. Горохов там еще есть. Конечно, они хотят выстроить вот эту модель, которая работает. Они же видят, что в крыльях работает эта система. Но кто-то лоббирует, значит, интересы Галактионова более основательной, чем Осенькин. Плюс, может быть, губернатор в Самаре больше любит футбол. Я сказал, категорически нет. Осеньки не отдадим. А в Нижненовый, как сумели, говорится. Но там, говорят, Нижнен тоже уперся. Ну да. Да, уперся, это странно. Но я не очень понимаю, тогда руководство локомотива, вы просто шорт-лист оставьте, посмотрите, кто из, если вы хотите российского тренера, ну кто из российских тренеров мог бы вам сейчас пригодиться. Тут либо, либо тоже, если мы говорим про направление стратегическое, да какой пауз? Стратегическое. Андрей Федоров, вот он работал с казанкой, ну оставляйте его на время, хотя бы до зимней паузы. А дальше уже, смотрите, ну просто выдергивать тренера из другой команды, ну так себе история. Ну просто некрасиво. Ну да, тем более, знаешь, ты же не можешь взять игрока, который тебе нравится в соревновательный период. Ты ждешь в трансферное окно и соответственно обращаешься в клуб, делаешь заявку, спрашиваешь самого игрока, готов он, не готов перейти. Но ты не можешь его взять внутри чемпионата. Почему ты можешь это сделать с тренером? Знаешь, в Испании запрещено два перехода у тренера в течение одного сезона. В Италии, по-моему, что-то тоже есть. И в Италии, похоже, есть, да. Поэтому для меня это сомнительно. Сомнительно. Я ничего не имею против Юрия Павловича, но просто сделайте его почетным консультантом. Ну мне так видится. Понятно. Ну сам футбол был печальный. Ну знаю, хотя торпеда мне эпизодически понравилась. И я думаю, что Цалалаев спасет. Ну очки они будут набирать. Очки они будут набирать и он видно прямо. Глаза у него горели. А как ты думаешь, ну и Урал поднялся, и торпеда как будто сейчас... Ну Химки факел. Химки факел? Если уж мы говорим про прямой вылет, наверное, Химки факел. Вот тому, как играют Химки, если они факел не могут... Не, ну Химки понятно. Вот второе мне как-то, знаешь. А кто еще? Ну кто опустится? Ну крылья, смотри, они были совсем рядом. В зоне стыков локомотив точно поднимется. Крылья были рядом, но у крыльев есть игра. Многое зависит от того, кто зимой уйдет. Им будет ли это массовый исход? Слушай, ну посмотри, они взяли этого Чирковича и... Кто там еще идут? Наре. Ну вот два играли с балканцами. У меня его футболка есть даже. Да. Райка... Нет, нет, нет. Как Райка? Да я забыл, вылетел сейчас из головы. Просто вот они взяли двух уже получше стали смотреться впереди. Так что у них деньги есть, и они под хорошим контролем губернатора. То есть там губернатор любит футбол. Это уже гарантия того, что все будет нормально. За Динамо что будем делать? А что, они выиграли? Ну, Оренбург лучше был. Да. Сычевой гений. Да, ну просто Оренбург... Оренбург, ну, во-первых, кличка уже сто лет работает в Оренбурге, но это так, шутка. Там не писали, гений, из какого леса вышел. И у них как бы футбол более понятный и такой смелый. Просто класс исполнителя в обороне отстает от уровня игроков в середине. Но если бы личико, конечно, не намудрил заменами, там, если бы он не убрал веру, я не понял, зачем это было надо делать. Может быть, повреждение какое-то, но до 60 минут, 65-й, Динамо как-то так вспыхивало. Гол забили классный, очень классный, конечно. И развернулся на Гамалё, и вот от передачи Захаряна, отличное решение Феди и исполнение Порошевлюка вообще супер. Супер. Но когда руководство публично говорит о полном доверии тренеру, значит, дни тренера сочетены. Не, ну, они говорят, потому что их спрашивают, во-первых, во-вторых, потому что я хочу всегда чуть-чуть хочу похвалить Динамо за то, что Пивоваров и Гаффин общаются практически постоянно. Никто, наверное, из руководителей больших клубов так не общается. Вот еще Мележников тоже топ, респект. Но вот Гаффин и Пивоваров после каждой игры молодцы, да. То есть они не... Это не они хотят. Не Томас в сторону убегает, да. Это как ты, я видел в аэропорту и пытался понимать. В 3 часа ночи принять. Томас, а ты к нему на ты? Ну да. Такой лидер, конечно. Ну, я знаком. Некрасиво. Ну, все равно. Все-таки ты круглодитель клуба обращаешься, на ты не надо. Я прошу прощения. Нет, понятно, что если я... Артем Ребров тоже сейчас технический координатор в Спартаке, я к нему... Я согласен, ты выглядел на ночь, но у меня это просто, знаешь, чисто интуитивно сработало. То есть я всегда к нему при интервью на вы, но просто как-то... Ты знаешь, мы сидели, записывали интервью с Карпиным или в прямой эфир был. Мы все к нему на вы, а гуцать на ты. Странно выглядело. Выглядело очень странно. Поэтому... Все-таки эфир, моя ошибка, моя ошибка. Это запись. Но что-то я не... Ну, знаешь, он уже все-таки к тому моменту был не генер-директор, мой не спортивный директор, поэтому... Так, поэтому что делать с Динамо? Я... Смотреть. Смотреть. Вот очень хорошая фраза, которую неоднократно произносил Евгений Сарафимович Ловчев в наших эфирах. Команда не играет в силу своих игроков. Вот это было про Спартак прошлого сезона, он часто говорил про Иван Оле. Вот сейчас Динамо не играет в силу своих игроков. А кто еще не играет? Ну, точно Локомотив. Точно. Локомотив не играет в силу своих игроков. Точно не играет в Сочи в силу своих игроков. Серьезно? Сейчас. Ну, вот и по матчу с крыльями я видел, ну, это просто безобразие. Просто ты как будто немножко переоцениваешь игроков в Сочи, тебе не кажется? Слушай, они вообще-то костяк, эта команда занял второе место. Понятно, там появились новые шипуновы и Батари с мещанинами, но все-таки потенциал команды, тем более, когда у тебя есть опытные же Узиния Нобла, Салагов, Юсупов, и Юсупова, по-моему, не было. Нет, я имею в виду принцип. Мне кажется, точно не играл в силу своих игроков в Сочи в Оренбурге и вот сейчас в Самаре. Краснодар, ну он скорее, наверное, играет. Давай быстро сейчас про Смолову. Добровинский говорит, что был с Сараем. Да, но он где-то слышал там что-то, ну какая аренда, у него контракт закончился. Да, но в целом факт то, что был с Сараем хотел Смолова летом. Да, и Герман об этом говорил. Их и заберут его, наверное, зимой? Это будет зависеть от желания самого Федя. Ну, ты думаешь, он не желает? Насчет зимы не знаю. Я думаю, он желает. С чего ты так решил? Ну, мне кажется, ему хочется евро. Вот, а ему надоело, что все тюкают тюкай вену в состав? Ну, да. Ну, Герман, когда приходит к нам на интервью, говорит, слушай, ты был в Стамбуле? Да. Ты видел, сколько там народу? Плохо, что-то. Ну, я небольшой любитель такого скопления людей. Знаешь, мы работали там на стадионе Бешкетажа в матче Суперкубка Челси и Ливерпуль. И жили в районе, где, ну, не самый оживленный район, но народу было. И мы спросили, как добраться до стадиона Бешкетажа. Сказали, вот трамвай, несколько остановок на нем, и вы будете у Босфора, и вот стадион Бешкетаж там. Мы не смогли сесть, я не знаю, на седьмой или десятый трамвай, потому что они не все были забиты. Как зацепили, разлишь. И только, только уже опаздывая там на такси, с большим трудом добрались. Вот, поэтому... То есть не советуешь, дай ему пить? Ну, не то, чтобы не советую. Нет, Кустамбул очень красивый город, очень такой прибасольный и по-своему красивый. Дзюба что-то осел. Дзюба осел, да. Ну, как-то вот не может он себя перебороть. Плюс, может быть, нет такого внимания, а он к этому вниманию привык, и от его подклёстывало, а так где-то он там... Пора возвращаться? Ну, я думаю, что если бы он вернулся... А куда? Ну, в локомотив. В локомотив? Да. Зачем? А почему нет? Вообще, я уже говорил, идеально для него вариант Сочи. Красиво, курорт, давление, никакого, болельщиков на трибунах нет, жена с коляской в Олимпийском парке. Все, вообще, красота. И деньги хорошие бы получил. Ну, а ты думаешь... Ну, просто здесь бы он устал в какой-то момент, подустал от такого внимания и такого троллинга в отношении к себе. Ну, он же как донор, да, или как вампир. Иногда он донором становится, когда дает эту пищу, а вампир ему тоже нужна эта подпитка, чтобы кому-то что-то доказать. А там в Турции, не на своем языке, а там шутки, кто же говорил там из его клуба, что он постоянно что-то говорит, смеется. Ну, мы вроде тоже... Никто не понимает. Ну, мы тоже вроде как там хихикиваем. Ну, а здесь ему это надо, чтобы смотрели, чтобы потом заголовок писали, чтобы Красиво вышел и сказал, да, я был неправ по отношению к себе. Ну, а Федя... Куда я вышел? Ну, я не знаю. Ну, а Федя тут целиком полностью от него зависит. Ну, опять, согласится ли большой турецкий клуб его взять? Галцарай видел, сколько народ подписал? Вообще жесть, ты не там просто где-то... Как ты думаешь, в Сочи кого возьмет, Джубу, Сергееву или Кассиеру зимой? Никого. Почему? Из-за этих троих никого. В общем, нет. А что ты ржешь? Ну, а что? Подожди, нападающим нужен? Да, они взяли Джорджевича. Ну, они... И есть Милкадзе. Ну, нужен им еще один нападающий. Ну, слушай, нужен был бы Джуба, а они бы его взяли. Если они хотят омолодиться, я сам себе противоречу, но просто говорю, что... В Сочи, вот для их футбола, Джуба вообще был бы просто с этим пингвиненком, крестьянам в центре, вообще вот так бы скурили. Просто даже там, не передвигаясь, особо отдал, обработал, скинул, забили, все. Но так как они хотят омолодиться, и я так думаю, что последний сезон за них играет и Нобо, и Терехов, и, возможно, Джоузиньо. Думаешь, последний? Да. Я думаю, что они его не рассматривают. А ты как думаешь, а вот эта вся троица? А кассира? Ну, Сергей его нормально сидит в Петербурге или играет, может, мало забивает. Терехов еще не такой взрослый, желатине у него контракт заканчивается. А вот Нобо, как ты думаешь, он завершает карьеру? Нет. Поехать куда-нибудь? Ну, подождет какое-нибудь предложение. Зенит, наверное, доигрывается? Ну, нет. Почему нет? Ну, хотя Симакс не бракалю, ну, вряд ли. А куда? Ну, какое-то предложение будет, наверняка же у него будет. Ну, в России. Ну, почему нет? Какой-нибудь торпеда, например. Какой-нибудь рубин вернется. Ну, да. Да. Почему в Казаньбе не... Хорошая история. Да. Ладно. Что с Сафоновым? Хороший вопрос. Что? Знаешь, такое, видимо, бывает, когда ты сверх напряжен. Вот если мы говорим про Краснодара, есть главная звезда. Есть хорошие исполнители, хорошие добротные футболисты, качественные, очень качественные, такие, как Кспертиан, конечно, такие, как Кордоба, но главная звезда командует Матвей. Да. И посмотри на его эмоции. Да, он, конечно, куражный вратарь, абсолютно его эмоции, он отдувает. Ну, да, она весь кричит, и чуть перегорел, может быть, да. И мне кажется, он все равно держал. У него, я помню, мы когда тоже с Краснодаром говорили, что у него одна-две ошибки за сезон всегда могут быть. То есть, потому что он вручает... Прямо подряд. Да, он вручает больше, но просто их не было подряд, этих ошибок. Я помню еще матч с Локомотивом, когда он там пустил в домашней игре. Ну, сегодня мы делали с Дорским передачу, он там прям подобрал, что у него это уже третий раз, когда две ошибки подряд. Да? Двух матч. Ну, может быть, я-то еще не помню, но Дорский... Это чуть ли не тенденция уже такая, да? Что вот у него... Но, может быть, он держит в голове вот эту ошибку, которую он допустил с Ростовом, но потому что второй мяч от Тимофеева, тут, конечно, его. Слушай, а ты не знаешь, он... А что происходит? Не знаю, может быть, он с девушкой поругался. Он очень... Помнишь, у него был момент, когда он не играл? Да. Что-то с травмой было? Ну, вроде как, там что-то было с травмой, с разводом. То есть он подвержен, да, еще? Может быть, может быть, что-то произошло и на личном фронте, не знаю. Потому что вратарь это всегда такая особая история, что тут любой нюанс, который можно, я не знаю, там, зацепиться, не зацепиться, но ущипнуть за этот вариант. То есть если вдруг поругался с девушкой или еще что-то, не дай бог, может быть, это отражается на игре вратаря. Я помню, Сафонов давал интервью с Савина. Ну, вот у него там большой был фильм про Краснодар. И он говорил про то, что, типа, я готов тут играть хоть всю карьеру. У него есть вообще в мыслях, попробуй себя в Европе? Или он прям патриот Краснодара и готов... Ну, он нам в интервью как-то рассказывал, что он не уйдет из Краснодара, пока что-то с Краснодаром не выиграет. Но вратарь – это всегда штучный товар. И команда, которая берет вратаря, она ему берет с четким пониманием, что он от этого вратаря может получить. Вот, например, Эдерсон брал Гвардиола для того, чтобы он выбивал мяч далеко ногами. Он об этом сам рассказывал. Эдерсон брал... Эдерсон брал... Эдерсон брал... В столовке. Да, Ливерпуль. Потому что вот им нужен был вратарь, и Эдерсон себя в Роме там хорошо зарекомендовал. Кепу брали, потому что у него отличная была... Не, ну это все очевидно. Да, это все очевидно. И я тебе говорю про Сафонова. Нужен какой-то клуб, который вот четко поймет, что это вратарь, который им нужен по тому-то, 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 основной, и мы готовы за него заплатить немалые деньги. 30 миллионов. Ну, пусть будет 30 миллионов. Только-соро, да? Только так. Только так. Потому что... Ну, с игроком, наверное, а полевым футболистом чуть полегче. А вратаря, за которого ты много заплатишь, ну, как я не знаю, там, Майк Миньян, да, в Милане, он пришел на смену Донорумы, но четко понимали, что вот нужен основной вратарь вот с таким-таким качеством. И тут надо сидеть, ждать, либо будет это предложение, либо нет. Вон Акинхеев, правда, два раза кресты, но с его карьерой мог бы, наверное, и в Европе где-то выиграть. С его талантом. Последняя тема. Давай. Очень жестко высказался по судейству Рыскин, Карпин. А им-то чего жестко высказывается? Вот я у тебя хочу спросить. Они больше всех пенальти пробили. Вот. Ну. Поэтому вопрос. Ты видел вообще этот спич? Матч. Нет, ну, помимо матча спич. То есть там, во-первых, Рыскин сказал про то, что у судьи рекомендация на Камличенко. Да, это правда. Что он допускает, что судья... Это сам Камличенко сказал. Ну, и Рыскин тоже. Да. И что, типа, судья... Так это два тура назад было уже. Вот сейчас это прям было еще больше, еще более эмоционально. И вот... Ну, у них какие претензии? Вот по неназначенному пенальти, когда... Когда Филипенко... Красную карточку, что не дали? Ну, по... А, Сесе? Ну, по красной карточке... Не знаю. Не помню этот момент. По Филипенко, я думаю, что все чисто было. То есть, то, что не дали, все правильно. Ну, смотри. То, что не дали пенальти? Да, я считаю, что это не пенальти. Называют Соболева дельфином, да? Что он там падает. А почему Камличенко не привязывается? Он же тоже постоянно падает в чужую штрафную. Хочешь ему кличку придумать? Я не хочу ему придумать кличку, но... Такого Громилу еще надо повалить. Ну, да, он так... А он часто стал падать. И они 9 пенальти или 10 уже, да? Сколько пробили? Нет, 10 у них пенальти. 10. А рекорд там что-то 13 за сезон. Это Краснодар в прошлом сезоне бил. А здесь еще круг не сыграли. Ну, представляешь, какие претензии у Ростова могут быть к судейству? Не, ну, слушай, ну, тоже, если бы вы заслужили пенальти, то... Не, ну, если уж такой стопроцентный, ну, окей. Ну, я, честно говоря, вот момент крутил и так, и так, смотрел... Я не увидел фолл со стороны Филипенко. Костя защищает судей смотреть без смс регистрации. Нет, я не защищаю. Мне близок Ростов, и я хорошо общаюсь с Алексеем Анатольевичем Рыскиным. И обожаю Валерия Георгиевича. Но... Ну, у меня нет ощущения, что против них там какой-то заговор судейский, или их плохо судят. То, что по Камличенко, сам Камличенко говорит, судьи ему там признаются в поле, да, когда идет, говорит, ну, нам рекомендовали на тебе не свистеть. Ну, ты в это веришь? Нет, я не верю, но я верю, что им могли сказать, что обратите внимание, может, как это было там в истории с Ларсеном, то же самое было. Слушай, ну, так весь судейский мир работает. Карасев рассказывал перед международными матчами, из УЕФА приходит письмо с рекомендациями присмотреться к такому-то, посмотреть на симуляции такого-то, такого-то, и делают видеонарезку, что этот может перехитрить, этот там заваливается чуть раньше, чем следовало. Обратите на это внимание. И я уверен, что и по Камличенко сейчас для судей, ну, кто-то анализирует его игру, кто-то, может быть, есть специальный какой-то, да, есть специальный, может, какой-то отдел в департаменте, который вот эти моменты вычленяет, и судим говорит, обратите пристальное внимание на действия Камличенко. Он при любом касании в чужой штрафной падает. Он ведет борьбу с руками, держит, но при этом сам падает, выпрашивает пенальти, такие телевизионные, варовские. Ну, будьте внимательнее. Мне кажется, что вот все, что было с тем же Краснодаром, они не свистнули практически. А с Уралом, ну, я его уже, честно говоря, так не помню, что конкретно, но вот этот спорный эпизод с Филиппенко, мне кажется, не было. Давай, пожалуйста, мы заканчиваем уже? Ну, да, мне надо. Здравь, пожалуйста, Зенит с чемпионством быстрее. Зенит с чемпионством. Так скромно? Пятый год подряд. Как я должен еще? Да нет. Нет, не будешь? Уже все, да? Отболело, да? Да нет, ну, я больше смотрю на то, что происходит чуть ниже. Интереснее. Там, как ЦСКА с протоколом был, где ЦРО сдержатся в тройке или нет. Мне кажется, что у Зенита уже, знаешь, можно делать отдельный чемпионат, и чтобы они просто соревновались с самим собой. Они так и происходят. Ну, да, соревнуются. Ну, вот я смотрел игру Зенит-нижний, да, во втором тайме их там нижний чуть поддавил, придавил, но когда Зенит хотел в первом тайме, как он разыгрывал? Ты видел, как они забили третий гол? Вообще, через касание все вышли красиво, разыграли вообще топово. Ну, у них уровень исполнителей таких тоже, а второй гол к Лаудиню, как он себе подработал, перекинул, пробил. Ну, круто играет. Круто, то есть... Вопросов нет. Да. Когда у них вот эти есть там объективные, субъективные причины, как в Воронеже, ну, они могут себе... Я тебе говорил, и не только я, что они могут себе позволить терять очки вот в матчах таких, как в Воронеж, как в Факел, там еще где-то, может быть, потеряют, или там с той же Самары. Но как только матч, который им нужен, они собираются и... Ну, Медведев обещал, что если вот сейчас вторая звездочка будет, то он татуировку бьет. Всех разгунил? Нет, татуировку бьет. А ты что делаешь после второй звездочки Зенит? Ничего. Ну, будешь татуировку бить? Нет. У меня одна татуировка, она на ноге, и точно Зенита... Что, татуировка есть? Да. Или даже не знал? Зенита не посвящена. Какая Амкар? Нет. Китайские иероглифы. Блин, да, точно, я вспомнил. На икре, да, у тебя? Ну, на... Да. А что обозначает? Да не важно, что обозначает. Это секрет? Нет. Ну, просто... Когда, по-моему, три операции у меня прошло, когда в Перми был, я что-то психанул, подумал, почему бы мне сделать татуировку. Пришел в тату салон, сказал мне на ноге, значит, на плече, на спине. Он говорит, давай на ноге, и больше не придешь. Я говорю, ну, давайте. Но сделан на ноге, я про нее даже забыл. А ты уверен, что там все правильно написано? Да, потому что... Просто завершенное, да? Не, не, не. Все правильно написано, потому что была смешная история в Венеции. Мы гуляли с женой на острове Лидо. Шли, и я прямо чувствую дыхание за спиной. Кто-то идет за нами. Я поворачиваю голову, там какой-то китаец идет, снимает. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я снимаю... Ты с ним на каком языке начал говорить? На английском. Вот уйду. Он сказал, что он снимает спины людей. Странный фетиш. Да. У него целая коллекция. А я был в шортах, он увидел мою татуировку и сказал, типа, отличная татуировка. Я говорю, что здесь написано? И он такой. И он говорит, ну, все, у тебя будет еще. Классно. А что должно произойти? Ты что-то мне расшифровал ее? Да ничего, я тебе просто могу сказать, что главный посыл, стремись к своим целям, ты всегда их добьешься. Люди, которые тебе будут попадаться на пути, они будут тебе всячески способствовать и помогать, чтобы... Такая надпись? Нет, по-моему, 4 иероглифа. Безумно можно быть первым. Ладно, все, последняя прям минута. Давай, опять? Фэнтези. Фэнтези. Да, да. Кто в этом туре? А там, кстати, очень легкий тур, там можно прям вообще... У меня что, Спартак Химки у меня, по-моему? Спартак Химки, вот как раз. Но у меня будет Соболь в Промис, я думаю, надо оставлять просто. Допустим, Промиса капитаном делать и все. И кайфовать. Давай, сейчас посмотрим. Знаешь, мне вот защиту мне нужен кто-нибудь или вратаряны подсоветования, кто точно не пропустит в этом туре? Кто точно не пропустит? Точно не пропустит. Ахмат Торпеда, представляешь, какой матч? Вообще, я боюсь представить. Блин, а кто точно не пропустит? Нет такого. Ну, Спартак. Ну, Спартак Химки, да, может быть. Ну, хотят с такой барону Спартака. Нижний Краснодар, Фатила Ростов, Локматев, Динамо, Оренбург, ЦСКА, все на искусственном поле Спартак, Ахмат Торпеда, Урал Крылья. Может быть, Шунин? Все, не знаю. Тебе вратарь нужен? Да, мне вратарь. Ну, может, Сафонов соберется? Мужки Рыжаков возьмешь? А с кем Зенит? Сочи. Сомнительно. Да мы забьют. Они в прошлом году ни разу не проиграли. Вот. Много поменялось того года. Ну, ладно, короче, ты мне советуешь? Ну, бери из Филихова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова